Друзья, всем привет! Рада вас снова видеть на своем канале. Для тех, кто впервые у меня в гостях, меня зовут Елена, и у меня сегодня помощница Сонечка вместе со мной. Мы, наконец-то, решили налепить пельмени. У меня очень часто вы задаете вопрос, как я делаю тесто, чтобы оно получалось тонким, чтобы оно получалось пластичным, вкусным, и при этом не разваливались пельмешки. Так вот, показываю. Лучше один раз показать, чем сто раз, так сказать, услышать. Для этого нам потребуется стакан, вернее, кружка. Здесь у меня, наверное, 250 грамм горячей воды. Оно, тесто так называется, заварное. Муку я на глаз вмешиваю всегда. Мука любая. Ну, обычная пшеничная, которую вы используете. Добавляйте потихонечку, чтобы потом была возможность уже до консистенции нужное тесто довести. Обычная соль. Я не люблю слишком соленое тесто, поэтому соли добавляю буквально пол чайной ложки. Так, мы сюда сразу же, сразу же добавим растительное масло. Основной ингредиент, потому что с растительным маслом как раз получается эластичное тесто. Я добавлю прям три ложечки. Пусть наши перемешки будут прям вообще отличные. Ну и все. Теперь я тщательно перемешиваю. Я и яйца не добавляю, ни вареники тогда делаю, ни переменяю. Теперь тщательно мы будем вымешивать тесто до состояния прям вот такого однородной массы, чтобы оно, знаете, как колобочек было. Вымешиваем, вымешиваем. Я вас оставлю на минутку. Хорошенечко вымесим и покажу, какое тесто должно получиться. Ну что, друзья, я сначала замесила тесто руками, при помощи ложечки, потом руками в кастрюлю высыпала все на стол. Стол у меня чистый, засыпала мукой. Ну и сейчас наше тесто хорошенечко нужно будет до консистенции такой, знаете, что оно должно быть мягкое, пластичное, но при этом оно не должно липнуть рукам. Видите, оно к рукам не липнет, оно у меня вот достаточно такое, пластичное. Ну, сейчас буквально, пока тесто вот такое еще будет, буквально минутку я его еще сильно, я его тоже не хочу долго вымешивать. Муки много тоже не хочу добавлять, потому что, ну, оно будет резиновое, если будет слишком много муки. Оно все равно должно быть такое немножечко пластичное, но при этом вот у меня уже совершенно спокойно оно вот вымешивается, при этом оно уже не липнет к рукам. Ну что, теперь я сейчас наш кусочек теста смажу растительным маслом. Такое вот тесто у меня получилось, оно вообще не липнет к рукам, но при этом оно вот прямо пластичное такое достаточно. Оно, конечно, еще не такое, как должно быть. Я его сейчас, вообще в идеале, наверное, я его сейчас положу, немножечко смажу маслом растительным и отправлю его отдыхать в целлофановом пакете в холодильник. Буквально минут на 15, через 15 минут из этого теста уже можно из этого колотка мы вместе с вами будем лепить пельмени. Ну что, надеюсь, мое видео, друзья, было для вас полезным. И, надеюсь, ответила я на ваши вопросы, кто у меня спрашивал, как я делаю тесто для пельмени. Вот, 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 делаю все сама, очень быстро, буквально за несколько минут. Сняла практически без отключения камеры, то есть практически в прямом эфире мы с Сонечкой вот сняли, как мы это тесто делаем. Сейчас в пакетик я положу только, и все, и тесто будет готово. Надеюсь, наше видео было для вас полезно, друзья. Пользуйтесь, если у вас какие-то секреты есть, если вы как-то интересно готовите тоже для вареников и для пельменей теста, пишите в комментариях. Мне очень интересно, на самом деле. Пишите, я обязательно, может быть, какие-то для себя тоже возьму на вооружение, так сказать, что-то интересное для того, чтобы, ну, в будущем тоже для своей семьи что-то вкусненькое готовить. Ну, а на сегодня все, пока. Увидимся с вами, будем лепить пельмени. Продолжение следует...